я вас люто приветствую меня зовут александр и сегодня мы продолжаем играть в Deus Ex Mankind Divided итак стоять железка давай пропуск и побыстрее пропуск в полном порядке офицер и что у нас тут я тебя что ли задерживаю это же BH847 неужели звучит внушительно ты нарываешься что ли глаз не поднимать иди через этот контрольный пункт проход открыт окей на в чем проблема-то было повыпендриваться лишний раз надо было да ты какое серьезное так а мы вообще где ага учитывая что я в прошлый раз сохранился не очень удачно просто сейчас садимся и едем наружечку нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет вот станция рожечка поехали да давай ничего страшного это просто смонтирую на записи и никто ничего не увидит это ничего не увидит никто ничего не догадается Дженсен что такое ты что тут делаешь миллер меня послал тебя искать думал ты на неприятности нарвался он так сказал прямо дословно потому что я не виноват что случилось и я тут работал всем заправлял и раз меня обвиняют в попытке порчи улик меня ты можешь поверить я бы такого никогда не сделала там никогда это наше место преступления да но ты им попробуй объясни они за пушками полезли так что я решил уйти пока цел меня обвиняют в порчи улик да они сами небось сейчас портят все улики знаешь я сначала подумал что это из-за сони сони какой сони просто девушкой я ее английскому учу муж у нее оказывается собственник ну ты понимаешь смайли да точно отвлекся в общем я там кажется что то нашел очень важно что то что может раскрыть все дело мне надо просто взглянуть на снимок место взрыва так что даже хорошо что ты здесь ты же можешь в своем дженсен стиле туда пробраться и достать мне что нужно да мне понравилось дженсен стиль это здорово так ну давай рассказывай нам все по порядку что нам делать куда чего и как и что должно быть на этом снимке это улика дженсен трехмерный снимок места взрыва масс спектрометром и если бы я пробовал там еще хоть минуту я смог бы его забрать и во всем разобраться тот факт что они не хотят меня пускать к снимку лишь разжигает любопытство снимок явно важен а что мне надо найти это место взрыва там везде обломки и много полицейских когда пройдешь через турникеты и офиса охраны увидишь турагентство где у них снимок если они не увидят тебя сколько там полицейских не знаю несколько они все с пушками были так что я уж не стал пересчитывать как минимум один в силовом костюме и мне кажется что они сначала стреляют а вопросы задают потом нам нужна эта улика да именно правильно говоришь но ты не сможешь туда просто зайти и попросить ее ты ведь из интерпола и ну с аугментациями а они после вчерашней атаки не особенно любят и где мне его искать криминалисты обосновались в турагентстве точнее там где раньше было турагентство иди туда забери носитель со снимком и выходи вот и все это дело не быстрое смайли понял я мешать тебе не буду вернусь обратно в штаб удачи и не говори об этом миллер ладно ага давай иди иди дамский угонник итак наверное нужно этот уровень пройти и поставился не будем никого валить очень не хочется да да не хочется конечно убивать полицейских и думаю это будет плохой фэн-шуй поэтому давайте проверим быстренько что у нас в рюкзачке так у нас есть парализующий пистолет парализующая винтовка ну на крайний случай если вдруг все таки начнется стрельба мне не повезет тогда придется всех валить но стараемся дело до этого не доводить нам нужен был праксис на ноги к сожалению у нас его нет я потратил в прошлый раз на увеличение рюкзака поэтому будем просто жалеть о недоступных местах например вот здесь было бы неплохо взобраться наверное но мы не допрыгнем не допрыгнем не достанем а вот здесь Дженсен давай нет и здесь нет не беда попробуем посмотреть забраться наверх и тогда мне не придется сетовать на использование аугментаций наверное это будет очень больно я не успею добежать а добежать не нужно я так понимаю вон туда нужен обходный путь может это вон есть ой спокойно а тут да оголенные провода как знал быстрей что у нас тут а здесь у нас рубильник собственно который отключает эти огромные провода надеюсь секретарь посмотрим отлично привет вик нужно чтобы ты пошел на станцию фонтан чапика работник билетного терминала отпросился код терминалу 3998 это код к какому-то входу выходу мы проверим потом что у нас тут есть вижу какой-то ящик пустой доступны не для деталей для сборки хорошо да посмотрим что мы можем собрать патронки пожалуй нет может быть модификации посмотрим что мы можем сделать с нашим отлично величинка с магазина у нас 100 деталей ну мне хочется прокачать все таки боевую винтовку все таки стрелять придется рано или поздно и много вот убойную силу можно будет вкачать ладно пока придержим на всякий случай не будем ничего расходовать хотя можно было забраться и там обратно тем же путем как и вошли ну вот так и есть так это и работает ломай аниси сняйся так вот здесь потише надо быть ага вижу пистолет терминал не могу взломать не хватает у меня способностей вирусная бомба газетка давай посмотрим что у нас здесь интересного никаких паролях не говорится а жаль ящик хорошо и здесь патронки откройся обратно нет ничего ничего полезного а здесь уже в коробочке ничего нет эту коробочку а знакомые открытые коробочки да с детальками для сборки и ланчбокс почему папка называется он же похож на ланчбокс давай сразу проверим что у нас там а у нас есть охранник хорошо у меня камера палит сразу у меня камера палит сразу и не тревожься и я тут без тебя справлюсь как-нибудь ага патроны секретарь просто замечательно и сразу код ну что у нас код комнате охраны хорошо где у нас комната охраны так а тебя можно какое-то перетащить да давай спокойно высовывайся не успеешь не успеешь ха 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 звук такой как будто они меня спалили действительно интересно еще и батарейки кончилось вообще хорошо дик спрячемся пока все ребята меня потеряли я так посижу маленько подышу воздухом сохранюсь на всякий случай вдруг уже вентиляцию залезете и вниз они даже на станцию вышли так хорошо сюда они не зашли все-таки камера меня заметила это нехорошо так как код нам не к этому или компьютеру нет ни к этому жаль там все равно поиск блин да успокойся ты камера что такая агрессивная так глаза они меня вроде не видели чисто ну все давай ну свернись уже свернись да блин ну сколько можно ты чужой поворачиваться начала почему с нет выглядывания из-за угла вот хорошо нехорошо нехорошо ничего дальше опять тревога зачем мне это было надо все как это серверная я могу что-нибудь с ней сделать вот этого товарища я затащу вдруг друзьяшки его приборутся сейчас что потом с ними делать не знаю как убивать то никого не хочу интересно они потом вспомнят что они меня видели это вообще как повлияет на задание вообще не могу ничего задействовать из этой комнаты нафига сюда рвался может просто камеру вынести по хренам хотя ладно не буду ничего делать вот тут есть слабое место мы сейчас используем вы там пока ищите меня ищите ветер в поле так здесь нам не пробраться блин надо включить а там же есть сигнализация вот она сейчас мы ага надо взламывать давай попробуем взломать я не знаю сколько здесь 45 процентов а и все что ли давай разведчик угу хорошо хорошо длительный какой-то маршрут у нас получается совсем длительный боюсь не успею что же мне задействовать тогда бомбы всякие давай-ка еще да что ж такое потратил столько еще и обновил тревогу это было напрасно ладно ребят ищите хвост мыши в канализации завелись это не я все равно пока вот кипиш ага так мне чё-то не то лежал вот так тебе полежай отдохни а я потом придам что у нас здесь там товарищи агрессивные ага детальки я хочу я взял мы взял слишком тихо так ладно здесь я был тут у меня тело спит значит не будем тревожить на потихонечку спускаться тихо 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 аккуратно аккуратно полезно валяется где-нибудь нет ничего полезного там камеры внизу я верю на карте как ярко как ярко здесь меня же заметить да могут заметить тебя дорогая или дорогой не знаю кто что давай как в тенек затащим все лежи здесь ничего не вижу пока ничего чувствую это будет сложно где вы там как у вас много здесь очень много и бронированный парень что за железный человек такой тонет или это мне бы вот на этот верх видимо надо забраться как-то туда как-то мне это все сделать то по-тихому интересно если я его вырублю ты могут они поднимут или нет здесь все чисто иду дальше достаточно рядом стоит похоже все успокоилось давать к ним громкий ты какой сейчас все сбегутся на тебя или нет все тихо все тихо вот это мы отдам сюда и дать вы двигаемся с нашей позиции интересно она ходит по своему какому-то отмеренному маршруту или она сейчас будет ходить по всему этому вокзалу и найдет таки вырубленного товарища а там кто аааа какой-то паренек стоит опааа заметили 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 нехорошо о дробовик другого-то пути у меня нет фу я этот был близок к раскрытию еще никогда Штюрлиц не был близок к правому как сейчас это быстренько перебежим ага угу 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 куда пробраться да серьезно да в кого я попадаю-то блин ни в кого я не попадаю где вентиляция где вентиляция а это не вентиляция упс так ну заканчиваете уже поиск в конце концов вставай сколько ж можно меня искать так а товарищ ты пришел в себя это вообще нехорошо уже обидеться на меня сейчас 42 метра как же это сложно пройти без человеческих жертв так держи себя в руках так не смотрят видимо можно так обойти так так нормально гасимся здесь что вентиляция она у нас за ящиком Джерман я его даже могу подвинуть очень хорошо очень замечательно вот этого мне очень не хватало фууууу Вау я допрыгну не слишком высоко ну якобы маршрут найдены так куда лучше чем ничего принципе я почти на месте да какие же вы глазастые ребята но я понимаю вентиляция открылась ну мало ли сквознячок все дела я жду приказать так сохранимся и просто вырубил его снайперки ты где там паски давай вот и все не переживай все будет хорошо мы аккуратненько сейчас пройдем никого не тревожу тебе это пока не пригодится тем более очнешься стрелять мне начнешь блин 17 метров я близок но не совсем черт я почти у цели где вход бронированный товарищ железный человек ты давай отвернись он еще и палит меня мне нужно как-то пройти один пролет один маленький пролет и я на месте робоков там стоит попробую шмальнуть него что ли из разрядника нет плохая идея плохая идея такая-то я смотрю это даже никак тебя не беспокоит самодвижущиеся элементы не привлекает твое внимание ну замечательно ну и замечательно так что дальше дальше поднимемся на карниз у меня видит отхитрец а я смогу там пройти может быть нет если я зашвырну за эту фигурину отвлекутся ли они так да их это заинтересовало и еще быстро-быстро по вход есть хорошо отлично так здесь не как раз над тем местом куда мне нужно попасть вам теперь вопрос в том как мне оттуда выбраться в случае чего как-нибудь разберемся так что у нас здесь дженсон ты такой сильный может отодвинешь турникет компьютер мы не можем использовать робоков там очень близко так что у нас хорошего все это бросаемая своими с ним же файлы фантастика неси его в мой кабинет проверим прав ли я понял вентиляция была куда она ведет надеюсь мне не придется возвращаться тем же путем потому что страшный я не коробок меня может увидеть так безопасная зона классно и батарейка и кредиты все что нужно для жизни тайного агента а вот это место куда я не мог собраться хорошо или не то не совсем понимаю нет что это не то место какое-то или все все я понял я понял где мы отлично вообще прекрасно то есть сейчас можно было даже общение даже свои следы пребывания заметим сейчас никто не узнает что мы есть были красота да ребята в туалет хотим не обращайте внимание а логом тоже нужно и надо ходить не знали ну и все отлично да там но тут там клика Какого черта ты натворил, Дженсен? Упс. Полиции говорят, что на станции на них напал еще один аугментированный террорист. Они мешали. Зашипись. А теперь иди к психологу. Это приказ. Озен ждет тебя в своем кабинете. Понял вас. Все равно мне надо убить Смайли. И давай быстрее. Чан нашел новую зацепку в деле. Съемка с разведкамеры указывает на КПА. Будешь проникать в город Голема. Вот это прикол. Они меня все-таки запомнили. Печально. Ну, в принципе, не смертельно. Никого не убил. А то, что они излятся, ну и с примечными. Так, а ты не продашь? Эй, не хочешь купить новую стереосистему? У меня почти нет времени, чтобы слушать музыку. А как насчет фильмов? Фильмы ты любишь? Или у тебя другие предпочтения? Полицейских вырубаю на досуге. Другие предпочтения, ну да. Какие такие другие предпочтения? Ну, я подумал, вдруг такому человеку, как ты, нужно порой подзарядиться. Естественно. И ты не про белковые батончики говоришь, да? Клеточные батареи, дружище. В идеальном состоянии, нигде не зарегистрированные. Какой ты ушлый тип набора клеточных? Давай, конечно, а то я частенько заканчиваю. Ладно, возьму одну штуку. О, серьезно. Больше у меня не осталось. О каких фильмах идет речь? О, забей. Это просто глупая шутка такая. А вот на что ты намекал, говорить мне не надо. Потому что я точно пришел не за этим. Да, Дженсен, мы уже все сделали. Ну что ты? Успокойся, я не из полиции. Серьезно, откуда? Интерпор, разве не полиция? Думаю, мне пора идти. Если вдруг передумаешь, то смело возвращайся. Да уж нет, пожалуй. 450 кредитов за комплект батареек. Это перебор. Ух ты, как у него здесь все обустроено. Надо же. Домашний кинотеатр. Взломать я это не могу. Да и смысла в этом нет. Ну, программку можно подлутать. Ихорошо. А сейчас он не будет на меня ругаться, если я... Ты же не будешь ругаться на меня, да? Нет, не будет. Ну, пойдем. Сдадимся. Властям. Так сказать. Это что? Это я. Нельзя. Один что? Это кто? Такой ретивый побежал. Куда? В последнее время много подозрительного. Вот что с тобой такое? Что у нас здесь заметка такая? Идем сразу проверим. Чтобы в два раза не возвращаться. Окей. Вот, подожди. Почему-то она меня ведет обратно на улицу. Что карта говорит? А, карта говорит, что на третьем этаже меня что-то ждет. И магазинчик есть. Который я в прошлый раз не нашел. Прекрасно. Прекрасно. Эй, уеба. Купить кое-что хочешь? Даже не знаю. Это тебе сам знаешь за что. Понял? Так, к интерполовсу не обращается. Вы же не обидитесь. Он просто грубил меня. Будешь грубить, и тебе так же прилетит. Я необычный. Ты умеешь найти подход к людям? Что в меню? Меню? Нет, нет, еды нет. Оружие и всякие штуки. Нужно? А я смотрю, аллегории не твоя стихия. Давай посмотрим, что у тебя есть полезного, товарищ. Оружие. Ммм, глушитель. Полезная штука. Но, пожалуй, пока нет. Вот дробовичок мы тебе с радостью отдадим. Дымовую гранату. У них даже три штуки. А вот эти гранатки мне пригодятся самому. Обычный пистолет. Хорошо. Больше ничего на продаже-то и нет. Боеприпасы. Так, вроде немного израсходовал. Пока не буду. Ну, аптечкой запасемся. Глушитель. Прицел. Да, глушитель мне нужен. Вещь, в принципе, полезная. Глогографический прицел. Так, ну, на пинтовку я уже поставил, поэтому покупать не буду. Окей, давай, уходим, пока твой приятель в сознании не пришел. У тебя неплохой вкус для урода. Даже страна. Усы свои избыли в ротки. Потом обзывайся. Мне сейчас ничего не нужно. Какие все они агрессивные. Это вселяет надежду. А тут что-то есть. Ну, не будем пока. Лежи. Отдыхай. Засранец. Вот даже можно утащить. Вот ты удивишься. Ты даже не представляешь, чувак. Что я с тобой сейчас делаю? А там полицейские стоят. Ладно, полежи здесь просто. Мне не нужны неприятности. Так, на это у нас ходиков нет. На это тоже, возможно, найдем. Интересно, этот товарищ, когда отничнется, вспомнит, что это я его так приложу. Надеюсь, нет. Тоже не будем взломать. Слабое место. Только тихо. Адам, давай тихо. Да как-то это на тихо не похоже. Там аж сигнализация проснулась. Что она, полицию вызовет, интересно? Умный дом молчит. Хорошо. Да потихонечку. Адам. Угу. Ну, допустим. Это нам ни к чему. Бухайте сами. Адам у нас в трезвеннике заделался. Так, ничего полезного тут нет, кроме секретаря. Приветствую, друзья. Любезно приглашаем всех в Тубхаус на просмотр фильма Киборг О в солнечной маске. История человека, который был спроектирован для того, чтобы погрузить мир в хаос, но обратился против собственных создателей на благо человечества. Бионические руки, ноги и все такое. Но используемые во имя правосудия. А еще там есть момент, где он пинает какого-то антропоморфного монстра. И тот взрывается. Очень круто, верно? Честно говоря, вечером, когда другие работники покидают магазин, мне нравится разыгрывать сцену оттуда. У меня есть старое устройство для чтения оптических дисков, которое уже лет 10 или 20, но оно все еще работает. Думаю, с его помощью можно будет прочитать диски, контрабандный, перевезенный из океана. Код доступа 0701. Вот в том магазине мы были. Это у него пароль, так понимаю, для... Тихо-тихо. Пароль, видимо, для его ноута. О, в вентиляции. Наэлектризованная. Пожалуй, туда я лезть не буду. Пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании Систа и безжалостно расправился с акипажем. Для чего нужно было до дырка в стене? Что у нас тут вообще? На каком этаже у нас метка? Метка-то на этом. Только что мне это надолез. Видимо, надо забираться туда. Там электричество, даже отсюда видно. Ладно, вернемся позднее. Что за квесты? В упор не помню. Хм. Надо к психологу зайти. И в файл. Так, побочные квесты. Пропуска я пока не могу зарегистрировать. Сам издат. Найти источник взлома. Хм-хм-хм. Квартира на последнем этаже расположена по адресу улицы Хлавня 33. Это я в этой квартире нахожусь? Вообще находился. Ну, если это она, то... Мне в любом случае нужно как-то допрыгнуть, а допрыгнуть я не могу. Еще плюс электричество там хреначьи вообще. Оно прокачаемся маленько по защите и по прыжкам, и потом вернемся. Пойдем сдаваться нашим боссам. Не надо было даже слова. Спи, дорогой, спи. Вот тебе. Там это... Кройку плохо. Да, это Хлавня 33. Не делай ничего странного. Как ты бежишь? Музычка мне там привлекает. Вот откуда? Я вне отсюда. Клиент, это хорошо. Ну, видимо, это так, антуражик. Ничего не происходит. Это ты просто со мной не ходишь. Ничего не происходит. Пошли, покажу. Здрасте. До свидания. Все хорошо. Мне не нужны неприятности. Да и мне как-то не очень. Адам, я не расшифровал звук с чипа стукача. Это просто золотая жила. Ты должен это услышать. У меня сейчас полно дел. Скажи, где ты находишься, я зайду как-то смогу. В районе давный есть старая гли... Ника протез. Она закрыта, туда никто не ходит. Жду тебя там. Проверил место в инвентаре. Там же снайперская винтовочка меня поджидает. Опасные штуки. Привет. Привет, Ада. Да-да. Да, дождалась. Дождалась, моя хорошая. Пароль у меня не помнит. А взломать? Нет, взломать не могу. Ничего нового не появилось. Ну, это... Ари, ты бы положил что-нибудь еще хоть. Привет, Ада. Чего как ни щеброда-то? Винтовочка. Отлично. Так, а вот на это я хочу накрутить глушитель. Так, ствол. Установить. глушитель. Да. Это мне впоследствии, надеюсь, пригодится. Практика нет. Жаль. Спасибо. Кафе дальше. Да, они просто... Столки. Ультралюстры. Ну, красивый, между прочим. Так, куда мне? Ой, надо было вниз идти. А, к психологу уже в гости сходить. Мозгоправый. Упадем. Где там вход? Ватсап, док. Адам, я Адела Розе. Я признательна тебе за то, что ты пришел поговорить со мной. И я понимаю, что сегодня тебя об этом все подряд спрашивают, но все же, ты в порядке? Я видела съемку со станцией, но лично там быть. Так вот в чем все дело. Нет, это было сочувствие. Это стандартное собеседование с агентом, чтобы определить боевую готовность. Вот, взяла для тебя из медпункта. Нейропозин? Доктор, меня просто застал врасплох теракт. Может, что и было тогда не так, но вряд ли теперь тело начнет отторгать аугментации. Верно, но травматические переживания могут расшатать иммунную систему. У пациентов с нейропротезами... Если я скажу, что мое тело не отторгает механические импланты, ты поверишь? Нет. Моя политика в кабинете говорит только начистоту, так что, если хочешь, чтобы я поверила, что ты медицинское чудо, ладно. Садись, пожалуйста. Так ведь он и есть медицинское чудо. Я просматривала твое дело. Там есть весьма интересные факты. Не возражаешь, если мы по ним пройдемся? А это надолго? Здесь написано, что ты служил в спецназе полиции Детройта, но в 26-м ушел в отдел охраны Шариф Индастрис. Дэвид Шариф был в самом центре американских дебатов об аугментации. Дэвид Шариф любил противоречия. А, да. Я видела несколько его интервью. Он твердо верил в технологии улучшения человечества. Интересно, не поменял ли инцидент его мнение? В тот день, насколько я знаю, нет. Ты был с ним в Панхее, когда случился инцидент? Ну, почему бы не рассказать? Сначала нет. Я искал людей, ответственных за атаку на Шариф Индастрис. И когда я почти вывел их на чистую воду, начался инцидент. На тебя он не повлиял? Нет. И как ты оказался в Панхее? Я обнаружил, что Шариф вылетел на арктическую базу без меня. Я знал, что база еще строится, большинство рабочих там аугментированы. Но когда я добрался туда, урон был уже нанесен. А нам есть смысл ворошить прошлое? Я не понимаю, как это все связано с текущими делами. Разве? Адам, Панхея, это поворотный момент. Для тебя, для всего общества. В тот день изменилось все. Тебя вытащили из океана в мир, который ненавидит и боится таких, как ты. И отсюда вытекает мой следующий вопрос. Пока что никто не взял ответственность за теракт наружечке. Но скоро будет голосование за восстановление человечества. И не секрет, что Прага стала символом дискриминации аугментированных. И тут же действует коалиция за права аугментированных, сопротивляясь принятию акта. Большая часть мира видит в них террористов. Аугментированных террористов. Если их вина будет доказана, то ты же сам аугментированный. И что я должен чувствовать? Тут дело не в аугах и чистых, Деллара. Это терроризм. И я считаю, что нет оправдания убийством невиновных, что бы за ним ни стояло. А если Талос Рукер приказал сделать это своими людьми? Моя задача привести его. Не судить, виновен или нет. Что ж, пожалуй, можно сказать, что все твои способности при тебе. Я сообщу директору, что допускаю тебя до оперативной работы. Ну что ж, мне пора возвращаться к работе. До встречи. Какой-то странный мозгоправ. Что она там выяснила, я так и не понял. Ну что такое, кавер разного она нам задавала. Да, ладно. Ты в какой-то странной позе подруга стоишь. Все в порядке, спина не болит. Смайли. Ну, как дела? Снимок у тебя? Да, прямо здесь. Ты мой спаситель, Адам. Серьезно. Миллер и так ушел в плохом настроении. Не хочу снова давать ему повод выносить мне мозг. Миллер ушел? А куда? Я не спрашивал, да и вряд ли бы он сказал. Как там уроды из полиции? Заставили побегать? Они же сначала стреляют. Пришлось разобраться. А, вот как. Ну, сами напросились. И что там на снимке? Это мне неизвестно. Что? Ты же сказал, что нашел очень важное. Я не сказал, что знаю, что там есть Адам. Я сказал, что это может раскрыть все дело. Не знаю, как ты, а я не ведусь на речи «Виновата КПА». Я верю в то, что говорят мне улики. На носителе есть все наши ответы. От химического состава взрывчатки до материала одежды жертв. Я в этом уверен. И когда уже мы все сможем быть уверены? О, там часами надо данные рыть. И потом еще у меня встреча с Соней. Надо извиниться за неудобство с полицией. Плюс я и с другими делами работаю, Адам. Я сообщу тебе, если... Когда что-то найду. Уж пожалуйста. Даже не парься. Вот же ты ушлый тип, а. Закнал у нас в такую непростую ситуацию. Спалиться пришлось. А ты еще ничего не говоришь, а? Че у тебя забрать? Детальки заберу. Будешь знать. Так. Хорошо. Жаль, взломать нельзя. Вот тут похоже на аэропозинчик лежит. Но не достать. А может быть, воспользоваться ключом. Жаль, он последний. Не будем тогда. До следующего раза. О, детальки. Детальки нужны, да. Ну и все. Больше делать здесь нечего. Пинка тебе. Это женский. Женский номер. Ну и все. Пойдем посмотрим, что там у нас. Так, подожди. Подожди, подожди. Там в карманном секретаре было что-то про фонтан Чапика. Работник билетного терминала. Вот можно съездить, посмотреть. И вообще еще посмотреть, что у нас осталось. На нашей родной станции, интересно. Что там вообще в районе полезного осталось? Может, это пропустил? Какой-нибудь сайт-квест. У тебя где-то на КПП, что ли, задержали? Я жду тебя в клинике. Извини, Алекс. Спешу изо всех сил. Надеюсь, ты не забыл, что для нас самое важное. Извини. Это место навевает воспоминания. Не задерживайся. Еще и в клинику надо идти. В тюрь я так и не сходил. Так. Есть немножко побочников. Нет, все-таки поехали пока на фонтан Чапика. Быстренько прохарим, что осталось. А потом мы с тобой встретимся. Ищите светлые стороны. Блядь какой-то. Скоро мы все подачи с мягкому густрутаком. Приведуем. Что он все время подрывается? Как мимо прохожу, все время бежит. Все ясно. У него рефлекс на меня явно. Не знаю. Не знаю. Так. Если они замешивают. Банэт. Дима ставь фонтан Чапика. Угу. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, где у нас здесь что? Стоп. Это ведь запрещенная зона. Ну вот зайду еще туда и дальше что? Тем более там кто-то есть. И зачем мне туда? Береги себя. Да я стараюсь. Видимо нет все таки не пойдем. Прелестно. Посмотрим что у нас интересного осталось. Канализация. Которая я еще не был. А нет, не канализация, это лестница. Наверх. Нет, наверх не надо. Вот там есть канализация во дворе колера. А сколько нас в гости не ждет, подлец? Мы там калибратор достаем. Он говорит гуляй чувак. Чуть я прошел мимо что ли? Где канализация? Ой, что это? А, все понятно. Ладно. Вот канализация. Пойдем потихонечку проверим что интересного там. Да ничего там интересного. Это дорога к Кольке домой. Ну что-то пропустил. Камил Харак. Чего у тебя нет? Привет, Камил. Мне жаль, что тебя выселили. Уроды конченые. За моим магазином есть склад. Можешь оставить свое барахло в нем. Конг двери. 1984. Блин, если хочешь можешь пожить там. Только никому. Мне левые гости не нужны. Удачи. Да лежи уж. Аугментированный чувак. А на Кольке идти смысла нет. Практиса у нас одна единичка всего. Пойдем-ка проверим нашу канализацию, где мы убежище нашли. Может там что-то полезного что осталось. Были какие-то двери. Так. Товарищ берет Праксис. Ну не Праксис. Нейропозин. Но он не один. Блин. Какую информацию он там выдает неизвестно. Это мы не будем. Есть что полезного? Как-то у вас стало больше по-моему. Так. Здесь не открывается. К сожалению. Девочки пропали. Так там я был. И там. Вспоминается мне там был какой-то проход. Так проверим. Да. С неприветливой девухой. И взломать я это. Не могу. А мне случайно нет для этого никакого кодика. Так. Стоп. А вот тут что-то есть. Вот я что-то упустил. Заказованное помещение. Так. Сразу перекроем. И не умирай адам. Все хорошо. Не надо ничего заламывать. Батарейки подзарядить. Ну здравствуй, дядя. Вот и батареечка. Так. Секретарь. Хорошо. Сообщение не было отправлено. Монда, ты не поверишь. Почему я сбежал? Как я мог так заглупить? Я ведь даже не аугментированный. Просто запаниковал. Продажные копы. Это ведь даже не КПП был. И что это за полиция, которая бросает тебе все цераны и гранаты? Короче, если ты можешь отследить мой сигнал, пожалуйста. Пришли кого-нибудь. Я застрял между двумя зданиями. Или еще чем-то. Я даже не знаю где. Поспеши, Вик. Не просто застрял, но еще и отравился. А лестница ведет куда? Интересно. Где ты? Понятно. Я в прошлый раз сюда не пошел. Ой, аккуратненько. Так, да. Посмотрим. У нас тут что-то куча неучтенных секретарей. Какой-то код пропустил. И еще что-то. Так, сюжетные предметы. Ну все, это понятно и так. Окей. Какой-то код получен. Дай посмотрим, мне дать ли хворот. Да. Ооо. Почему не могу его уничтожить? получится нет не знаю в кого он там стреляет мне это не нравится хорошо да это было выстрел лук с него никакой не падает интересно это рубил его продолжается совсем нехорошо люди там убивает почему странный странный тихо спокойно да все 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 убрала пуску бром не переживай ты не стреляю и супа ника такая у нас нужно агрессивные камни я к вам не агрессивно успокойтесь уже до меня здесь не стояла ну и окей куда я могу изобраться для никуда видимо адам ну что ты как маленький а так видимо сюда я не могу не могу пробраться пока нет протезов этих моих усиленных так есть ящики есть кстати говоря можно ящики поставить подняться по ящикам так и сделаем кстати говоря почему нет ну серьезно вот электричество бьет мне не нравится здесь давай другое место да сюда даже цепи цепи ищи поджариваться окей так другое дело можно пройти интересно судя по всему нет по трубе не пройду вентиляция может быть но опять же так я вот вижу что можно там выключить все это держись джинсон все хорошо отлично ты выжил молодец века подлечимся привет говорить бы если бы не ты мы бы все погибли спасибо да пожалуйста ну вон другое дело я еще в жизни так не боялся думал эти дроны нас всех прикончил квестовый персонаж эти долбаные дроны нас три дня выслеживали я уж думала все мы оторвались со вчерашнего вечера стало тихо но похоже они решили нас обдурить я не знала что эти суки так могут адам спасибо за помощь адам я знаю что нужно было бежать но ромера рассказал оставаться здесь ты его друг есть новости не знаю о ком ты говоришь ромера полицейский единственный нормальный легавый во всем городе помогает нам выбраться из праги сказал подождать здесь но от него уже два дня ничего не слышно боже мне сейчас даже хочется вернуться в голем вы были в големе ну как говорят из огня мы затаились думали что худший уже позади но потом нас нашли двали нас решили продать шахтерский лагерь на севере уже погрузили и тут что то случилось кто то как настоящий ангел стал стрелять грузовик одна из девушек с нами погибла но мы сумели бежать мы спрятались и связались с ромера ну потом вот чем все закончилось убирайтесь из канализации рано или поздно повернете не туда и упретесь в тупик дронам даже не придется целиться понимаете дроны или два ли в любом случае нам мало что светит посмотрим сколько мы еще протянем слушай у нас выбора нет на тебе здесь оставаться необязательно вон та дверь короткий путь наверх нас она не спасет код 5 3 9 8 подумай но не переживай ты продвали я их уже отправил на тот свет короткий путь говоришь их не допрыгну какая штука интересно она мне и так в принципе можно выйти но все таки интересно что закутана не дала дверь видимо эту дверь то я и должен был открыть да ну ладно пойдем вернемся на поверхность вот так можно выйти а ну да уже поднимемся в дом этой девушки так как бандюганы не вернулись здесь нет бандюганов я уже отправил на заслуженный отдых что ж друзья будем на этом заканчивать на сегодня подписывайтесь ставьте лайк оставляйте комментарии вступайте в группу вконтакте всем котиков и совушек пока и т Продолжение следует...